которая называется неудобные вопросы атеисту докинзу смешной атеизм но вообще докинс он не атеистом агностику так можно быть тысным агностиком то есть даже вот на так называемых атеистических автобусах там рекламу на которых он спонсировал там было написано скорее всего бога нет то есть там не было написано бог и нахуя мы нахуя мы тратили время бога нет там был написан скорее всего бога нет потому что докинс он сайте сценте ст и в силу просто своей методологии он не может быть атеистом что он должен сомневаться во всем даже в атеистической позиции вообще-то синтез не может сомневаться во многом сэнтизме например в на в любви к науке и так далее так далее так далее ну ладно небыдлаго пишет докинс агностический атеисты культурный христии 92 именно так и можно описать его позицию культурный в смысле этический там и так далее так далее так далее а тогда докинс агностический атеист вот поэтому dokin son я же просто видимо не понимает что агностицизм он не противоречит не христианству не атеизму в этом парадокс это уже первый парадокс вот первых А ты же пошел, да, есть такое. 42 секунды уже как бы наложил. Ну да, смотрите, атеизм это онтологическая проблема. Атеизм или теизм? Есть Бог или нет Бога? В чем вы убеждены? Если Бог есть, ну, христианство, да, короче, там, или любая другая форма теизма вам подойдет. Если вы уверены, что Бога нет, то вы атеист. Но, но из важного, да, вы можете быть и агностикой. Вы можете быть христианским агностиком. Более того, большинство христиан агностики. Ну, ладно, не большинство, но многие христиане агностики. Прям очень многие христиане агностики. Есть еще апофатическое богословие чисто, которое прям, прямо вам говорит. Пути Господни там неисповедимы, атрибуты Господни вы не можете понять и осмыслить. Все это непознаваемо. Забей. Это вопрос веры, а не знания, да. То есть для христиан вообще стратегия, это вопрос веры, а не знания, крайне характерна. Я бы даже сказал, что, ну, я читал по источникам большую часть таких христиан, для которых, ну, отдается приоритет вере, а не знанию. И поэтому мы не можем узнать, что там у Бога, как там его постичь, и какие у него даже атрибуты периодически не можем познать. То есть многие христиане атеисты, чуть-чуть, ну, агностики, простите, блядь. Вот-вот и от меня пошел за порчик небольшой. Ладно, ну я не должен не отставать все-таки. Он не атеист, он агностик. Так что тут, в принципе, с самого начала уже полный пасос происходит. Это мне напоминает видеокассеты из 90-х, где там чувак с прищепкой на суток. Колумбия Пикчерс представляет. Каким образом она возникла? Я же вам сказал, мы не знаем. Колумбия Пикчерс представляет. Это агностическая позиция, а не атеистическая. Итак, дорогие друзья, мы рады вас всех приветствовать на волнах нашего уютного, лампового и, безусловно, научно-популярного подкаста. И сегодня мы вновь продолжаем потешаться над атеизмом верующими. Сразу забегая вперед, скажем... Да, охуенно. Только Докинс-агностик, ну ладно. ...что никакому насилию и троллингу, дикому какому-то издевательству над атеистами мы не призываем. Мы призываем действовать лишь только в научном и идеологическом поле, на всякий случай, об этом скажем. Громить их атеи... Да, блядь, только Докинс, он ученый, а вы нет, но Докинс, блядь, не атеист, он агностика. Атеистов... То есть вы, блядь, вообще не в материале совершенно. Получается логикой и аргументами. Да, да, побеждать их научно... Главное, что ты, блядь, в материале. Потому что это их прерогатива опускаться до оскорблений, для троллинга, и я уверен, если у них была бы возможность, они бы проявляли насилие. Ну, это мое оценочное суждение. Итак... Да, все атеисты, это, блядь, очень агрессивные люди, склонные к насилию, безусловно. Для начала... Именно это нам показывает статистика тех обществ, где высокий процент атеистов в обществе. Что это, блядь, очень жестокие люди, варвары настоящие. Ну, смотря каких атеистов. В принципе, ну и тут и верующих тоже, смотря каких верующих. Многое зависит от разных факторов. Мы сегодня будем разбирать ролик флагмана атеистов Ричарда Докинза. Блядь, чувак, попустись. Ричард Докинс – агностик. Покойся. Где он будет тут... Я же просто на каждом шагу теперь это будет повторять. Сука. Фантазировать на тему того, что у нас создали инопланетяне, посмеемся. Узнаем его мнение. Блядь, флагмана атеизма не является атеистом. Повод этого вопроса. Да, ну и, конечно, прежде чем начать, традиционно почитаем несколько комментариев. Мы тут совсем недавно опубликовали ролик. Мы их даже официально еще на площадках не... Спрашивает тот чувак, с которым вы спорили про логику. Вообще по голосу похоже, кстати. Разместили просто вчера, буквально 18 часов назад его разместили. И посыпались недовольные в комментарии атеистического характера. Там, кстати, комментарии... Охренные комментарии, аргументы, я бы даже сказал. Было больше, но, по всей видимости, я вот утром читал, там такие матные были комментарии с использованием ненормативной лексики. И сразу подчистил. Да, их, ну, они не соответствовали, видимо, правилу сообщества. И их, я сейчас не вижу. Может, атеисты сами их удаляли. Но, в общем, мы имеем то, что имеем. И... Короче, он еще и удаляет комментарии, которые ему не нравятся. В этом ролике, так, и сейчас спойлеры будут, мы привели пример того, как господин Рыбышевский использует мошеннические приемы и оперирует логическими различиями. Было бы забавно, если бы он кричал ежа, там, я не знаю, типа... Сейчас... Вот этот теолог не христианин, он а гностик, блядь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Бля, вот это было бы заебись. Анализ Ежа Сармата средневековой философии. Просто он видит какого-то агностически настроенного христианина и такой... Он не христианин, он агностик! Ну, блин. Там Тертулиан или даже... Да-да, берем просто патристику уже, не средние века, еще раньше. Тертулиан, так он же, блядь, не христианин, он агностик, блядь. Вопрос веры. Какой вера? Он не может доказать Бога. Он не христианин. Вот. Вот это я понимаю. Кайф. ... различными ошибками. Ну, в общем, ведет... Дробышевский, он тоже агностик, потому что он тоже сайентист. ...тебя крайне... ...ненаучно доказывать всем своим поведением, что он просто... Так забавно, что можно быть сайентистом, который на самом деле... Ну, блядь, опять же, что такое сайентизм? А хуй его знает, на самом деле, что такое сайентизм? Я бы это сформулировал так, что это почтительное, уважительное, да, какое-нибудь отношение к науке. Причем очень абстрактно. Что такое наука, мы еще даже не определяем и так далее, и так далее, и так далее. Хотя... Блин, тут опять же с нюансами. Ну, или можем... То есть, ну, вообще абстрактно получается, что почти каждый человек сайентист в данном случае. Кстати, Ежа, скорее всего, тоже, по моему делению, будет сайентистом. Привет, Артикам все! Просто многие люди сайентисты, потому что они с уважением и почтением относятся к научному методу. Вот, Ежа, имея при себе определенный набор убеждений нишанца, он тоже пытается в науку и пытается их научно обосновать через Савельева неожиданно, да, кто бы мог подумать. То есть, Ежа Сармат это крайне сайентичный нишанец, если вот его сформировать, ну, если сформировать о нем мнение, как вот за все годы его карьеры, я бы вот так вот их как-нибудь обрисовал бы. То есть, сам по себе Ежа тоже, ну, не антисайентист, а сайентизм-антисайентизм это такая, знаете, схема, ну, вот противопротивопротиволежания такого. Либо вы за науку, либо против. Посередине, ну, как бы я посередине, но я тоже как антисайентист себя постулирую. Ну, то есть, ну, как посередине. Я между всеми учениями буквально, да, я суперцентрист философии, да? Да, Владимир, любите центризм? Вот, я мегацентрист в рамках философии. Ультрацентрист, я бы даже так сказал. Ну и вот, ну и вот, соответственно, ну и вот, соответственно. Даже я, даже я со своими довольно умеренными представлениями о науке и отсутствием хейта к ней тотального. Вот. Ну, вы поняли. А к вопросу о Станиславе Дробышевском, вообще хуй знает, кто он. Мне, честно говоря, кажется, Станислав Дробышевский вообще не понимает, что такое философия науки. Что такое фальсифицируемость. Как строятся научные теории, не до конца понимает или понимает очень, знаете, так, иногда. Иногда правильно говорит, иногда неправильно. Впрочем, как и Панчин. Иногда правильно озвучивает, как это делается, иногда неправильно озвучивает. Там какая-то другая шиза про науку появляется. Очень смешанные представления, то есть о том, что такое наука, как она работает. Ну, и, соответственно, отсюда появляется ряд проблем, связанных с тем, что люди, осознающие себя сторонниками науки, да, они очень часто очень разные сторонники науки. Сторонники очень разной науки на самом деле. То есть, кто-то там за фальсифицируемость, за Попера, за построение теории. Привет, Вячеслав. А кто-то, ну, просто под наука, социальный институт, еще что-то там такое. Вот, да, там вот эти ученые, они что-то там экспериментируют. За эмпиризм прежде всего, да, не фальсифицируемость прежде всего, а эмпиризм. Ну, верификация тогда скорее будет. И так далее, так далее, так далее. Тут вообще, на самом деле, с вопросами еще той же самой демаркации научного и ненаучного. Надо очень долго разбираться, потому что для отдельных разных сайентистов это все немножко по-разному строится. Вообще, высказывание, он же сайентист, поэтому он агностика, но, на мой взгляд, не имеет особо смысла, потому что можно быть сайентистом и не быть агностиком. Тоже важно, да? Это нельзя быть, например, хотя стоп, да нет, даже если вы верификационист, если вы даже фальсификационист, вы скорее верите в то, что вы пока не достигли истины, но вы к ней приближаетесь, да? Вот, у вас такое вот промежуточное зависшее состояние, но при этом Поппер сам, как главный фальсификационист, еще и писал, что у нас есть надежда на истину, и, возможно, с помощью такого отбора теории мы приблизимся к истине, и, может быть, даже достигнем ее. То есть, формально Поппер не является агностиком. Агностик верит в фундаментальную невозможность достижения истины. В рамках же философии и науки позиция с радикальной невозможностью достижения истины... У кого она? Да, сейчас задумаемся, у кого она. У верификационистов, по большей части, да нет, наверное. В принципе, составил протокольное предложение, создал общие теории, ну и, в принципе, что, может совпасть истиной? Может, наверное, совпасть истиной. То же самое и с фальсификационизмом. Отбираешь теории по принципу фальсификации, выбрасываешь неподходящие, реструктурируешь, снова проверяешь, удаляешь, вот, короче, жонглируешь теориями, проверяя их по единичным фактам и вот так далее, так далее, так далее. И в итоге все равно приближаешься к истине. Агностик, особенно какой-нибудь радикальный агностик, в данном случае, скорее скажет, да все это чепуха, ни к какому познанию мы не приближаемся. Тут опять же к вопросу, что Ежи, у него еще одна параллель не очень правильная. Он, во-первых, не видит, что атеист и верующий не могут быть агностиками, почему-то, ну, наоборот, он видит, что они не могут быть агностиками, непонятно почему, правда. Потому что агностик это именно гносиологическое измерение. То есть можно ли познать, а атеизм и атеизм это онтологическое разделение. И нередко постулируемое как то, во что мы, ну, верим непосредственно. Если человек верит в то, что Бога нет, а это именно верит в то, что Бога нет, да, верит в отсутствие некого создания или верит в его присутствие, это, ну, как бы, это делает его либо атеистом, либо атеистом. А если он агностик, это просто значит, что этот человек не может доказать. Так же можно быть не агностиком в данном вопросе и верить в то, что может доказать существование Бога или верить в то, что существование Бога можно опровергнуть. Более того, не до конца понятно, почему атеист и сиентист, атеист плюс сиентист, почему атеист плюс сиентист обязательно должен быть агностиком по вопросу Бога. То есть, атеист плюс сиентист должен почему-то поеже верить в то, что существование Бога невозможно опровергнуть. Вы понимаете, да, почему? Потому что только в таком случае он агностиком становится. Агностическое убеждение невозможно познать. Ну, или невозможно познать, что этого нет, например. Вот это агностическое убеждение. Ну, почему же? Мы видим огромное количество сиентистов, которые верят в то, что можно доказать отсутствие Бога. То есть, то, что его просто нет. Вот. Хотя, нередко, судьба, встречаются сиентисты, которые говорят, что невозможно. Да, 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 действительно. Вот такие агностики. Ведет себя ненаучно. Что это нахуй вообще значит? А я не знаю, а этот Ландау, когда он, блядь, на прием в Кремль одел ковбойскую, блядь, шляпу, он вел себя научно. Товарищ Ландау, блядь, вы не ученый, вы, сука. Блядь, четко раскидал, кстати. Вообще-вообще четко раскидал. Прям горжусь собой сейчас. Так вы одеты. Нормально. Верующий фанатик в лженаучные всякие атеистические сказки. И мы привели... Да, только, только, блядь, агностик. Вот. Чего заело? То, что он верующий фанатик, ну, Дробышевский, он анархокоммунист, если что. То есть, он неиронично угорают по Кропоткину, там, по всей хуйне. И аргументы... Дробышевский очень левый. Аргументы. Да, все это обосновали. Ну, это, кстати, на самом деле даже хорошо в случае с Дробышевским, потому что он за расологию выступает. Вот. Но при этом он является очень левым. То есть, как бы, фигура Дробышевского доказывает, что расологией, как академической дисциплины, могут интересоваться совсем не только какие-то нацисты. Потому что, ну, Дробышевский точно не нацист. И, собственно, что в супротив нам предлагают атеисты? Обратите внимание, комментарий номер один. Хотя у Дробышевского, кстати, очень есть гомофобные всякие тейки. Такие аргументы предлагают атеисты. Да, какой-то аноним... То есть, Дробышевский такой левак, скорее, вот, родом из 19 века. С ником каким-то аббревиатурным. Вообще, он пишет, фу ты, канал мракобесов. Ну, потрясающая аргументация. То есть, мы говорим в научном поле, предлагаем научно... Да, научное поле, блядь, кришнаиты, они как бы не считают, что Земля имеет форму шара, блядь, и не считают, что, значит, Земля вращается вокруг Солнца, в частности. Ну и, конечно, кто-то вот... Интересно, а агностик, если он сиентист... Сиентист равно агностик, да? Интересно, а сиентист, который равно агностик, считает, что невозможно доказать, что Земля вращается вокруг Солнца? Интересно, а сиентист, который агностик, считает, что невозможно доказать, что Земля имеет форму шара? Или он не во всем агностик, только по вопросам к Богу? Просто на самом деле, если агностик есть агностик, такой радикальный, настоящий, полноценный агностик во всех вопросах, то есть если сайентист равно агностик во всех вопросах, да, одновременно, то из этого должно следовать, что доказательство сферичности Земли, даже в случае, если мы зафиксируем эту сферичность, оно не будет проведено. То же самое и с вращением разных объектов вокруг друг друга. Такая нормальная агностическая плюс-минус позиция, ну ладно, ну не агностическая, скорее релятивистическая, у Николая Арэма наблюдалось уже в средневековье, когда он просто говорил, какая нахуй разница, что вокруг чего, ну не прям так говорил, да, но приблизительно, коротко сформулирую, что вокруг чего вращается, вот у нас там Земля, вот вокруг, вот у нас Солнце, например, да. Ну мы можем сделать вид, что вот Земля является точкой нашей, в общем-то, опоры, и вокруг нее вращается Солнце, без проблем. Просто мы определенным образом тогда будем описывать вращение других тел, вообще без вопросов. У нас будет такая система отчета. Можем сделать вид, что вот вокруг, вот Солнца вращается, Земля, вот она вращается, и уже по-другому описываем. Мы можем сделать вид, что вокруг Луны все вращается, да, вот есть Луна, вокруг Луны вращается Земля, а вокруг Земли вот это вот все вот так вот как бы накручивается. Можем создать такую систему отчета, и в принципе не важно, что из этого истина, доказать, что истина мы не можем, вот агностическая позиция будет, но зато можем с разными измерениями здесь работать и по-разному, в общем-то, с этим, ну вы поняли, взаимодействовать. Вот это агностическая более-менее позиция, действительно на то похоже. Ну, релятивистическая, дефис-агностическая, такая вот... Блословно обвиняют их в мракобесии, как можно, блин. Притом Николай Рэм, он не был абсолютным агностиком по всем вопросам, но в данном вопросе он просто выступил как агностик, например. Можно сторонников, блин, плоской Земли, значит, которые считают, что звезды, блин, светят отраженным светом, потому что так в ведах написано, как можно этих прекрасных людей обвинять в мракобесии, действительно, абсурд какой-то. Все аргументы, разбираем все, там, раскладываем на косточки. Люди, которые, основываясь на своих религиозных убеждениях, блядь, едят коровьи навозы и пьют коровью мочу, блядь, как можно их обвинять в религиозном мракобесии, я прям даже ни ума не приложу. Кинологические ошибки на манипуляции. Атеисты нам что могут противопоставить? Чем? Что? Ну, просто оскорим свое мнение. Что, блядь, че-чем? Что, че-чем? Просто мнения, никаких аргументов нет. Следующий комментарий. Спасибо, эсер, 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 спасибо. Да, оскорбили, так оскорбили, просто назвали мракобесом, как можно. Вера Галанина пишет. Дробышевский уже на пальцах объясняет, как для идиотов. Идиот все равно не понимает. Мы в этом, вообще суть этого ролика состояла в том, чтобы... Суть ролика состояла в том, чтобы спародировать женский голос. Это объяснение Дробышевского на косточки, на винтики, на шурупики разложить, показать, что просто обманывают шлю... Ну, да, абсолютному агностику скорее было бы плевать на рационализм и эмпиризм в чистом виде. Хотя, опять же, почему я, например, очень трудно понимать Юма как эмпирика? Юм воспитан в эмпирической традиции, но при этом он абсолютно сомневается в возможностях познания с помощью эмпирического опыта. То есть он заимствует многие элементы эмпиризма и даже анализ частично эмпирический, но при этом в самых базовых убеждениях он просто в конце берет и такой... Блядь, а, нет, стоп. Нам эти... на этот момент эмпиризм ничего не гарантирует, говорит нам Юм в итоге. И нахуя мы это разбирали тогда, Юм, узбагозия? Ну, в общем, непонятно. Ну, и на рационализм, соответственно, да, тоже, потому что это все и рационализм, и эмпиризм, это методологии в теории познания. ...мует дико, приводит просто ненаучные аргументы. И Верочка наша, кстати, Вера, да? Она вот верует свято. Если кто-то не верит, вдруг, она таких людей называет идиотами. Да-да-да, то есть, веруете в их атеистическую веру, вы идиоты, вам уже объяснили. Дробышевский агностика. То есть, фанатичные, просто фанатики, вот как вот с ними? Я, кстати, не до конца уверен, что Дробышевский хоть в каком-то виде агностик. Можно вот просто, а, конечно, для них... Почему вы их не называете фанатиками агностицизма тогда, я не знаю. Их можно, с одной стороны, понять, потому что они такого еще не видели, не встречали, чтобы теизм преподавался вот так... Ну, чтобы они были фанатиками агностицизма, прям вот в абсолютном значении, да, настоящего агностицизма полноценного, как философского учения, они должны быть уверены в том, что познание невозможно. Никто из них в этом не уверен. Я полагаю это так, потому что они используют научную методологию для познания. Если для них познание невозможно, это уже проблема. Ну, частными агностиками по некоторым вопросам могут быть. Я, правда, не знаю, что там у Дробышевского. Докинс, он нередко, да, плюс к атеизму, он еще выражает и агностические позиции, это правда. То есть он говорит, что, ну, это очень маловероятно, что Бог есть, прям крайне-крайне маловероятно, но при этом всем мы не можем этого доказателя опровергнуть. Так вот научно, не на основе веры, а на основе фактов и логики, поэтому их страх нам понятен, их недоумение. Да, вообще им пиздец. Следующий, господин пишет, пишет что-то не на родном языке, поэтому мы ему... Ну, в целом, да, мировоззрение Дробышевского по отношению к Богу, наверное, можно представить как агностическое. Наверное, можно представить как агностическое, потому что он, скорее всего, испытал влияние Докинза, как и, например, тот же Панчин. Во-вторых, когда мы смотрели его дебаты с Ильей Храбровым, ну, мне кажется, там ничего не противоречит агностицизму, как минимум. Ну, и атеизму тоже, но и агностицизму прежде всего. Именно основная контраргументация опиралась на том, но мы можем выдумать любые там создания, типа там сипульки, хуюльки всякие, ну и все. Да, Александр, мы это уже обсудили, что Ричард Докинс, он является атеистом-агностиком и при этом культурным христианином. То есть, этически, морально он христианин прежде всего. Как, кстати, огромное количество атеистов. Неожиданно. Более того, многие эти атеисты, дефис-сиентисты, дефис, очень часто даже агностики, люди, которые пытаются вывести эту самую христианскую мораль из биологии, что, на мой взгляд, еще втройне странно доказать эволюционные преимущества христианской морали. Что, зачем, почему, ну ладно. У вас прикольный досуг, у вас, ребята, хорошо. В общем, что-то, какую-то абракадавру написал, поэтому мы посоветовали ему говорить все-таки по-русски, учиться привыкать к русскому языку, потому что... В будущем пригодится. Да, особенно его детям, там, и следующим поколениям надо бы все-таки сразу уже... Русский-то подучить. Да, сразу русский. Сразу начинается, видите, великодержавный шовинизм. Изучать. Так что изучайте русский язык. Это вам поможет в будущем. Дальше, следующий господин с ником Dark. Темный. Темный господин, нам фиш. В каком смысле? Темный, это... Темный, мы уже поняли. Темная голова, так сказать. Затемманенные мозги. Какой же у вас... Вот это уровень полемики. Вот это я понимаю. Не, ну, их оппонентов, заметим, тоже никакого уровня полемики нет. Так что, ну... Я вообще не понимаю, зачем они комменты разбирают. Я тоже, бывает, иногда комменты разбираю. Но только в том случае, если они либо ржачные, либо, ну... Типа, содержательные. И мне лень отвечать письменно. Я бы с удовольствием посмотрел. Основной нюанс заключается в том, что, ну... Обсуждать просто рандомные высеры атеистов, которые просто пишут слово мракобес, не очень весело. Да. В отличие от 2019, условия капитуляции кардинально изменились. Да, мужики, зеляту дело говорил, Дон. Спасибо, Дон, ты солнышко. Спасибо. Сознание. Ну, тоже аргументация на высочайшем научном уровне. Потрясающе просто. Ну, вот, собственно... Ну, а кто сказал, что они вообще пытались аргументировать, во-первых? А во-вторых, ну и похуй. Пришли, что-то написали. Можно удалить просто. Что могут противопоставить атеисты фактам, логике и здравому смыслу? Только лишь... Я боюсь, что они вообще не понимают разницу между атеистами и агностиками. Как бы... Ну, теперь это не обрадовалось. Блин, Ежин, забей, хватит. Я предлагаю перейти к обсуждению ролика про Рича Додокинза, а наш ролик с Дробышевским вы можете посмотреть, перейдя по ссылке, ну или вот, найдя его на нашем канале, либо еще в общем... В этом, кстати, основная проблема, что агностицизм, ну и скептицизм и агностицизм, вот такие вот штуки, они вполне так себе открывают дорогу к вере. Неважно, что, здесь какое-нибудь такое учение, когда мы не до конца уверены в том, что что-то мы можем доказать, ну, абсолютный скептицизм здесь, конечно, нам скорее помешает, потому что он нам помешает обрести веру, потому что вера, даже христианская вера, это определенная разновидность убеждения, да, то есть с абсолютным скептицизмом здесь сложнее. А вот агностицизм, он вполне не противоречит, и поэтому многие христиане с концептом веры, которым вооружаются, да, они почти все агностики. Упс. В общем, найдете... Дробышевский, кстати, в этом вопросе достаточно демократичен, потому что у него коллаб был даже с Храбровым. Не маленький. Смотрели полностью. Давайте теперь посмотрим, что флагман атеизма нам предлагает утра такие дикие фантазии. Да, охуенно. Вадим Докинс, напомним, это вождь, самый популярный атеист просто на нашей планете. Да, настолько популярный, что он по взглядам является агностиком с философской точки зрения, то есть настолько охуенный атеист, что он, блядь, что его прокрутило, короче, в агностицизм. Он отстаивает его просто всеми возможными способами. Пишет там тама книг, на него постоянно все ссылаются. Я даже более того скажу, здесь еще одна проблема имеется. Ну, потому что я сейчас, когда говорю, что мы можем разделить атеиста и агностика, как бы да, атеист может быть агностиком, я имею в виду определение атеизма, ну, достаточно узкое, которое более каноничное и более древнее, и более, ну, на мой взгляд, лично правильное. То есть атеист это человек, который отрицает бытие бога, там и богов, и так далее, даже духов не отрицает еще. Да, то есть бога и богов, каких-то абсолютных созданий, которые творят наш мир. То есть вообще, в принципе, можно быть атеистом, стихийным так называемым атеистом, который верит в духов, верит в ритуалы какие-то, в магию даже, но при этом он атеист. Это раз. Во-вторых, во-первых, приветствую Егора Меркель, очень важно. Во-первых, да, а во-первых, что самое главное, он именно что отрицает существование бога. Но есть более широкое определение, современное, которое мне не очень нравится, которое я постоянно критикую, мне не нравится, что люди, такое хорошее, понятное определение атеизма, которое я сейчас обозначил, они его просто берут и отрицают, да, и предлагают вместо него еще более широкое. Еще более массивное и ужасное. Современные атеисты нередко любят обозначать атеизм как отсутствие веры в бога. То есть, заметьте, да, не присутствие веры в отсутствие бога, да, а вот именно отсутствие веры в бога. То есть, под это определение подпадают скептицизм, агностицизм в любом виде, да, непосредственно. Агностицизм и туда, и туда попадает, но в данном случае даже абсолютный агностицизм, когда мы просто не знаем, есть бог или нет, мы когда вот просто вообще в центре, да, находимся, когда мы не можем сказать то или другое и вообще, так и отрицание сюда попадает, и вообще много чего сюда попадает. Все, что не атеизм, буквально. Если атеизм равно отсутствие веры в бога, отсутствие именно веры в бога, да, не убеждение в том, что бога нет, а отсутствие веры в бога, то очень широкая, очень широкий диапазон концепции может быть описан как атеизм. И я отмечу, что атеисты современные себя нередко называют атеистами именно в этом смысле. Что довольно смешивает карты и путает нас в дискуссии, человек говорит, я атеист, а на самом деле он, там, я не знаю, какой-нибудь, кто угодно вообще. Там агностик реально радикальный, который там одно или другое или третье. Вот, ну, он и так может быть агностиком, будучи атеистом, но вот он прям вот совсем вот посерединке где-то вообще прям вот не понимает его. Вот, блядь, доказать нельзя, но я, типа, не знаю вообще, блядь, бог, не бог, мы в бога вроде хочется верить, а вроде его и нету, ну, понимаете, да, такое может быть. Давайте узнаем его мнение, как вот мнение самого самого атеиста, да. Давайте мы переведем. Да, это вот примерно как Екатерина Шульману, правых, короче. Не, феномен, здесь как раз, понимаете, в чем дело, христиане, которые агностики, они обладают именно верой в бога. Кстати, тут еще один вопрос. В каком смысле мы трактуем слово вера? То есть, что под верой понимается? Если христианская вера, тогда атеистами являются все, представители всех религий с богами, потому что почти все представители всех религий с разными божествами знают, что бог есть. То есть, они реально думают, что они знают, и они реально думают, что они уже даже доказали. Это у христиан, как позиция веры, она довольно такая вот интересная. И более того, если мы под верой понимаем отсутствие доказательств, то есть, утверждение принятое без доказательств, то мы можем несколько тут, знаете, взять и вот так вот раздвинуть руками, потому что в христианстве были попытки многочисленные доказать, что бог есть, и в индуизме были всевозможные попытки, и где их только на самом деле не было. И из этого мы, в принципе, получаем тот факт, что верующий теист, который пытается доказать, что бог есть у него, это вроде бы получается, согласно этому определению, который не верит, а знает, да, ведь у нас же было в средневековье много всяких мыслителей, которые в противоречии вере и знания отдавали приоритет знанию. Их было достаточно много, если что, да. Так вот, получается, все они тоже атеисты, или близки к атеизму, или чего вообще получается? Это к вопросу о том, что насколько вообще парадоксально вот это современное определение, но его многие используют, правда, следует заметить. Мы сейчас сделаем небольшой переводик. Да, я буду говорить за Ричарда Докетза, а я буду говорить за человека, который у него берет интервью. Бля, какой кринч, покруто. Мне нравится данный кринджой. Кто бы вашему сотворил небо и землю? Блядь, нахуя, есть же субтитры, алё. Сумешедшие, что вы думаете. Почему вы говорите кто? Используя это слово, вы уже предлагаете определенный рода ответ. Ну да, это имеет смысл, кстати. Это примерно как вопрос, как бы, там, твои родители знают, что ты петераст, как бы, или, там, я не знаю, когда вы перестали пить коньяк по утрам. Хорошо, тогда как возникла жизнь? Благодаря очень медленным процессам. Как эти процессы начались? Мы этого не знаем. Мы знаем только, какого рода события должны были произойти. Да, а ты и что? Чтобы это случилось. Ну, он, кстати, Докинс, вот, то, что... Для Угарна. Вячеслав пишет, если я скажу, я думаю, я надеюсь, вместо я верю, это будет другая позиция. Смотря что вы в это вкладываете, потому что, во-первых, у нас несколько... Блядь, это, да, пиздец Угарна, да. Да. Смотря что вы вкладываете в я верю и в каком смысле. Просто, если вы говорите, я верю, то есть, я убежден без доказательств. Да, это как атеисты сейчас понимают, это я верю. Ну, это одно. Другое дело, когда у вас присутствует определенное чувство веры, которое очень похоже на чувство надежды, на самом деле. Я надеюсь, что Бог есть. Мне бы очень хотелось, чтобы он был. Все в моей жизни, что вот есть, оно мне вот указывает, что Бог должен быть. И если его нет, я лучше буду жить так, как вот в христианских заповедях написано, чем как-то иначе, понимаете, в чем дело, Вячеслав. Вот такое вот очень сильное чувство надежды и веры, оно очень-очень сложное, и очень по-сложному и по-разному бывает, даже описывают. То есть, во-первых, нам нужно даже будет определиться, а что такое я верю. Но единственное, что мы знаем, что я верю, противоположность я знаю. Если вы говорите, я знаю, что Бог есть, и я верю, что Бог есть, это два противоположных, в общем-то, по модальности утверждения в данном случае будут. То есть, я знаю достоверно, все четко, я еще и доказал. Я верю, я не доказал. Доказать, возможно, даже нельзя. Все очень сложно и трудно для меня здесь, но я очень сильно надеюсь, что вот оно как-то вот бытует. И ввиду этого я отмечу, что подавляющее большинство теистов за всю историю человечества, не считая христиан, если вы считаем христиан, знали, что Бог есть. Ну, по крайней мере, думали, что знают, что Бог есть. Вот как-то так. То есть, вот в этой ветке они веру даже вообще не рассматривали как альтернативу. Он говорит не с позиции человека, который исходит из какой-то системы взглядов относительно теизма, а он говорит это именно как биолог, да. Потому что, насколько я понимаю, по основной специализации он это биолог. Он биолог, поэтому он как бы вполне честно и откровенно говорит, что действительно есть какие-то вещи, которые науке неизвестно. Но я так понимаю, у ребят, которые делали этот ролик, у них же претензии, наверное, не только к тому, что, значит, Докинс, по их мнению, атеист, хотя он агностик на самом деле. У них, наверное, проблемы вообще в принципе с теорией эволюции, да. Потому что Шрила Прабхупады отрицал дарвинизм вообще в принципе. Вот. Ну, хотя тут, наверное, вопрос не про дарвинизм даже, а вот именно про современную синтетическую теорию эволюции, которая помимо дарвинизма включает в себя там концепцию абиогенеза, там генетические исследования и так далее. Блин, он куда-то не туда нажал еще. Объяснение того, как все это началось? Нет, над этой побед, дед ни у кого. Блядь, они реально просто читают титры, что за хуета? Они кринжуют и читают титры кринжова. Дмитрий пишет. Привет, Дмитрий. Если доказательства всегда основаны на допущениях, тогда я знаю, оно строго в его концепции теории допущений. Ну да, Дмитрий. Кстати, вот от этого и вообще отходит скептицизм. В принципе, между я знаю и я верю, и я что угодно постулирую, как хочу, нет особо большой разницы, потому что даже в начале доказательств, у нас есть вообще два пути, да, как мы можем доказывать. Либо мы через цикл бесконечный доказываем, что чаще всего считается логической ошибкой в современности, например. Но раньше с этим было больше проблем. Раньше еще это не было обозначено, что это ошибка, и поэтому мы говорили об этом как о возможном варианте. Ну и, соответственно, мы начинаем с аксиомы, мы их постулируем. Аксиому мы берем плюс-минус спонтанно. Кто-то в них верит, кто-то в них не верит. Не так это уже и важно. И пытаемся непротиворечивую систему создать на их базе, и как-то ее опровернуть, доказать разными путями, да, опровернуть и доказать вот это вот все, если там опровержение проходится, ну, постепенно происходит типа какое-то доказательство. То есть в этом как бы и заключается основной аргумент скептицизма в том, что, ребята, вы спонтанно берете базовое положение, которое, ну, потом, в общем-то, развивается в какие-то системы. Ну, очевидно, абсолютный скептицизм, ну, имеет место в данном случае. То есть мы можем и имеем абсолютное право сомневаться во всех этих построениях с самого начала и до конца. И более того, мы имеем право сомневаться в том, что вообще этот аксиоматический метод имеет место и что им вообще имеет смысл пользоваться. Потому что, ну, как нам кажется, вы не достигли пока никаких убедительных результатов. Вот так вот я бы заметил. А если достигли, что-то у вас не получается это продемонстрировать. Скажите, может ли разумный замысел стать ответом на некоторые вопросы генетики? Кстати, следующее видео, которое нам заказали, это дебаты маргинала Каргинаи Поднебесного. Заказали первые 25 минут. Так что, если хотите, можете там продлить. Какие эволюции? Они не нашли это видео уже с переводом, что ли? Зачем они эту клоунаду-то разыгрывают? Где-то во Вселенной развивалась некоторая цивилизация. Вероятно, благодаря каким-то бы дарвинским механизмам это достигло высокого уровня развития. Начинается полю контакт. И создала платформу жизни, которую позже, возможно, распространила на нашу планету. Это, я бы сказал, очень интригующая возможность. Вероятно, мы даже сможем найти свидетельство этого. Если внимательно посмотреть на детали в биохимии и молекулярной биологии, там можно обнаружить знак некоторого дизайнера. Охуенно атеистическая позиция, конечно. Великий архитектор Вселенной. Погодите минуту. Митчер Докин считает, что разумный замысел возможен? Этим дизайнером мог бы быть выше разума откуда-нибудь из Вселенной. Но разум, в свою очередь, должен был возникнуть благодаря понятным процессам. Просто внезапно появится он не бог. Ну да, опять-таки, ведь обратить внимание, он говорит о том, что это какой-то разум, который тоже, возможно, благодаря эволюционным законам развился внутри Вселенной. То есть, речь не идет о какой-то потусторонней силе, насколько я понимаю. Хотя, опять-таки, среди биологов есть и верующих людей до хрена, и среди других ученых. Итак, профессор Докинс по существу не против разумного замысла, а только против некоторых типов дизайнеров, таких как Бог. Ну что? Ну, это зависит вообще от теологической концепции, которой мы придерживаемся. Потому что, учитывая культурный бэкграунд Докинса, скорее всего, он именно про, там, не знаю, какого-то христианского бога Демиурга говорит. Вот. Да я думаю, он скорее про всех думает, что говорят. Я никогда не забуду, знаете, вот тоже какое-то было выступление у Докинса, ему задали вопрос про буддизм, например. Наш Докинс ответил, что, вы знаете, я слышал про существование такой религии, но ничего более определенного я вам сказать не могу. То есть, ну, надо понимать, что Докинс, он в религиоведении понимает вот примерно столько же, сколько Кришнаид, который комментирует это видео, понимает науке. То есть, как бы, чуть меньше, чем нихуя. Есть такое. Друзья, мы дали вам возможность ознакомиться с переводом, если кто не знает английский язык. Давайте теперь... Концепция бога, как бы, не существует универсальной концепции бога, да? Есть разные теологические концепты, которые, по большей части, исторические и культурно обусловлены. То есть, бог в аврамическом анатеизме не то же самое, что, там, боги в рамках дхармических религий. Согласен. Давайте теперь проанализируем, что же здесь нагородил. Отсюда, кстати, в значительной степени сложно называть все эти разные разнородные объекты именно богами. То есть, просто, знаете, ошибка, не ошибка, ну, такая условность перевода, в рамках которой мы непосредственно просто переводим существ очень разных кластеров, очень разных способностей, возможностей, и очень разных способов существования бытия, да, как просто боги. Причем, в некоторых случаях мы то переводим, то не переводим. Вот, например, вот эти вот йотуны, великаны из скандинавской мифологии. Вот они боги или не боги? Нет, они великаны почему-то. А боги это асы, асы. Почему-то асы мы как боги переводим. А почему? В принципе, они наравне пиздятся. Раз. Во-вторых, у них могут появляться общие дети. Ну, Локи, например. Локи же, он вроде бы, да, там кровосмешение какое-то там вроде было между асами и великанами. Или нет, или он просто детеныш великана. Я уже, кстати, не помню. Я не помню, что там с Локи. Что там с Локи? Локи, 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 Локи. Давайте, блядь, я просто уже начинаю все путать с этим Локи, потому что про него фильмы разные тупые снимают. Так. Супруга, дети, братья, сестры, мать. Великан, Йотун. Мать. Ас или великан? Да, по-разному трактуют. Она либо ас, либо великан. То есть, в некоторых вариантах он родился от кровосмешения асов и, ну, короче, аса и великана. Что вообще, на самом деле, немножко намекает, что вот эти самые великаны, Йотуны, они, в принципе, в очень похожем кластере по уровню сил, долгожительства и могущества находятся с этими самыми богами. Скандинавскими. Так называемыми скандинавскими богами. Которые, на самом деле, и смертные, и пиздюлей могут получить. На самом деле, очень даже просто. От каких-то там чудовищ. Ага, жалких, бесполезных в Рагнарёке. Флагман атеизма. Сверхчеловек, так сказать. Ну что ж, Илья. Да, охуенно. Настолько флагман атеизма, блядь, что он признал, значит, возможность и вероятность концепции палеоконтакта. То есть, блядь, настолько охуенный атеист. Ему начинают задавать простые, понятные вопросы. Кто, по-вашему, сотворил небо и землю? Почему вы говорите, кто? Используя это слово, вы уже предполагаете определенного рода ответ. Там было не про небо и землю, там было про жизнь. Ну, то есть, начинает увиливать господин Докин сразу. Ну, смысл увиливать? Ему задали неправильный вопрос. Ему реально задали вопрос неправильный, чел, блядь. В смысле, он начал увиливать? Прикиньте, мы спрашиваем какого-нибудь Васила, кто создал логику? И он справедливо нам ответит. С чего же вы взяли, что кто-то создал логику? Это уже сразу говорит, что кто-то ее создал, да? Сразу же подразумевает, что кто-то ее когда-то досоздал. На самом-то деле, на самом-то деле, она возникла сама, естественным, эволюционным или божественным путем, там, я не знаю. Ага. Кстати, а нахрена мы обсуждаем, кто сильнее, лучше из богов и человеков? Ну, просто я пытаюсь вам показать, что у нас довольно странная традиция перевода того, кто боги, кто не боги. Просто под определение, ну, под определение под это слово боги мы часто подписываем существа очень разного уровня, кластера и способности, там, смертные, бессмертные и так далее, так далее, так далее. Ну, например, смотрите, скандинавские боги смертные. Христианские души, бессмертные, например, да? Я бы даже более того сказал, что христианские души – это большие боги, чем скандинавские боги. Ну да ладно. Ладно. Его прижимают, его все-таки заставляют отвечать на вопрос. Да, когда субъект указывает на то, что в формулировке вопроса уже содержится ответ, это, блядь, попытка уменьшить. Действительно, я тоже охуел с этого ежа, пиздец. Охуел. Сейчас вспомнился ролик Добби, в котором он обещал в пух и прах разбить аргументацию доктора экономических наук Капелюшникова. А потом вместо разбора по фактам тейков Капелюшникова весь ролик спорил с вымышленным либертарианцем, которого он сам же сыграл в своем ролике. Да, охуенно. Да, ну это примерно из той же оперы, наверное. Потому что Удоби у него, интеллектуальные способности, они на том же уровне, что у этих кришнаитов. Спасибо за донаты, солнышко, спасибо. Ну да-да-да, христианские праведные души, они реально, ну, боги. Охуенно. Ну как-то, плюс-минус. Просто в том плане, что если мы вообще говорим про какой-то политеизм, политеизм, да, то вот этот вот теизм почему-то в Скандинавии, он тоже политеизм, да, в скандинавские создания, боги, божества, они смертны вполне так себе. Они просто... На Рагнарёке все такие... Пиздец, что произошло? А, вот христианские праведные души, да, пиздаты, прям вообще кайф, превзошли многих божеств по уровню, кластеру, так скажем, своему. По крайней мере, по параметру бессмертия. Приветствую, Владимир. Ведь я же неуничтожимыми, как я понимаю, становятся там дальше и вообще все. Он говорит, ну, благодаря очень медленным процессам. Обратите внимание, он сказал, как все возникло, вопрос был задан. Он сказал, благодаря очень медленным процессам. То есть он, как бы, отвечает на вопрос, давая понимание тому, кто вопрошает, что он что-то понимает в этом. Он же в каких-то процессах говорит, правильно? Итак. Ну, он как бы биолог, но правда... Так христианство и всеобщий пиздец, это всеобщее спасение. Ну, не всеобщее, конечно, но для многих это спасение. Следующее, что он говорит, это то, что, отвечая на следующий вопрос, это то, что мы не знаем. Дальше. И вообще, как бы, благодаря медленным процессам, это вот так очень мутная такая формулировочка. Да, да, как эти процессы начались, ему задают вопрос. Его все пытаются прижать в угол, ему задают, давай конкретно уже, ну, как эти процессы начались? Может, что-то понятное есть? Да, вот с чего все началось, и он прямо признается, мы этого не знаем. Так, охуенно атеистическая позиция. Так, есть же, атеизм отрицает существование инопланетян, божеств, с пониманием некоторых. Нет, атеизм, понимаешь, он касается потусторонних всяких сущностей, там, из каких-то... Из области религиозной метафизики. То есть, атеисту не обязательно отрицать инопланетян. Да, это правда. Потому что, ну, как бы, если инопланетяне существуют, то это просто, ну, какие-то живые существа из нашей же Вселенной или, там, не знаю, может, из другой галактики. Но в любом случае, вера в инопланетян, она противоречит атеизму только в том случае, если она опирается на какую-то религиозную метафизику. Как бы, если не опирается, то, ну, значит, атеист может допускать существование. Я более того скажу вам. Человек, который уверен в том, что он еще ничего не доказал, да, но при этом знает, что доказательство возможно, не является агностиком. Это самое-самое-самое, да, такое интересное. Значит, за что еще можно ежа пошлепать. То есть, можно быть реально абсолютно уверенным в том, что, да, нихуя мы пока не доказали, но докажем, все впереди. Внеземных цивилизаций. И он говорит, мы знаем только, какого рода события должны были произойти, чтобы это случилось. А насчет всяких богов, ну, слушай, можно и пеньку молиться так-то. Тут вопрос, а с чего вы решили? У кришнаитов, например, есть почитание черных гладких камушков в качестве образа бога. То есть, они вот находят эти камушки и, значит, начинают их там особо, особым образом ухаживать за ними. Там для этих камушков делают там специальную одежду, там специальные какие-то... Ну, то есть, как с куколками с ними нянчатся. Это получается... Ну, то есть, как бы, должен ли отрицать атеист такие камушки? Ну, нет, камушки существуют, именно как камушки, да, то есть, как некий объект материального мира. Интересный такой момент. Так все возникло, мы не знаем, но мы знаем, какого рода события должны были произойти, чтобы это случилось. Бля, тем бы к ним... Ну, наука действует из базиса естественной установки. Ввиду этого, никакие метафизические непосредственно вариации создания мира не рассматриваются вообще и не могут быть рассмотрены в рамках научного дискурса. Даже если вы верующий христианин, верующий саентист, то есть, вы христианин и, да, саентист, вы все равно будете объяснять этот мир с помощью естественных процессов. Иначе вас нахуй пошлют из науки и вам там просто места не будет. Конец. Ввиду, кстати, этого с наукой христианства очень плохо объединяются. Я скорее считаю, что люди, которые являются учеными-христианами, они допускают ну, ряд противоречий в своем мировоззрении, честно так скажем, да, игнорируют часть очень важных элементов научного мировоззрения, но при этом занимаются наукой и все-таки могут на должном уровне выполнять некоторые функции в рамках науки. Ну, либо христианство игнорируют местами, например, трансформируя свои взгляды в какой-нибудь деизм или около того. Или что-то очень близкое к деизму, да, в данном случае, чтобы так оказывалось, что Бог не мешает науке и естественным процессам. Одно из двух, короче, либо противоречие одному, либо противоречие другому. Как-то так вот у них, скорее всего, это складывается в голове. Так, относительно, что там мы вообще говорили, еще посмотрим. Книжку какую-нибудь почитать, хотя бы, я не знаю, учебник по биологии за шестой класс. По всей видимости, это мимо них все прошло. Это как вообще можно увязать между собой? Ну, это и есть, собственно, научная позиция, когда наука... Так, в научном... Ну, в учебнике по биологии за шестой класс все написано достаточно уверенно, точно и однозначно. Вот это есть, эволюция была, вот это все происходило, там жизнь возникла тогда-то, 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 вот это случилось, вот то произошло и так далее, так далее, так далее. Вообще, учебники написаны довольно неагностически, я бы так заметил. Я бы, я же, Сармату самому посоветовал пересчитать учебник биологии за шестой класс. Вот, вот бы его сюрприз, наверное, хватило с Кондратьем вместе. Что в науке что-то известно, а что-то неизвестно. То есть не существует... Сам факт того, что что-то является, блядь, известным, это уже не агностицизм, дядя. Дядя, блядь. Существует научная дисциплина, в рамках которой бы ученые сказали, что нам известно вообще все, мы знаем все на 100%. Нет, так не бывает. Это уже религиозный фанатизм, когда кто-то так утверждает. В любой науке что-то известно, что-то нет. Именно поэтому Докинс на... Ну, то есть... Именно поэтому возможен научный процесс, в принципе. Но сам факт, что науке что-то известно, например, что они считают, что эволюция это абсолютно доказанный факт, но уже не делает их в большей мере агностиками. И даже не делает их полноценными фальсификационистами, если честно. То есть они уже даже такую более-менее агностически позитивную точку зрения, как научный фальсификационизм, они ее, видимо, не до конца разделяют или не до конца понимают. Более того, очень важно понимать, что большинство ученых не разбираются в философии науки от слова совсем. Большинство ученых вообще ни в чем не разбираются от слова совсем, кроме своей собственной специальности, которая там где-то у них существует в отдельном вакууме плюс-минус с некоторыми другими дисциплинами, с которыми она взаимодействует. И из этого получается, что у многих ученых и сиентистов и вообще довольно кринжовые представления о науке. То есть, если бы я у кого-то и спрашивал, какие представления о науке у нормального ученого должны быть, я бы не стал спрашивать, кого попало из научного дискурса. Многие там просто нихуя не понимают. Там большинство людей просто как будто бы, блядь, с улицы просто набрали рандомных каких-то челиков, и они вам транслируют какую-то чепуху, потому что они то ли плохо изучали, то ли вообще не изучали философию науки, они не понимают, о чем вообще даже речь. Наука? Что? Какое определение? Получение объективных знаний и фактов, да, да, да. Еще какая-то такая хуйня, чисто с Википедии. Он отвечает на эти вопросы не как агностик, каковым он является по факту, а он отвечает именно как ученый-биолог. Именно поэтому на одни вопросы отвечаю, он говорит, вот, это мы знаем, а на другие отвечаю, он говорит, а вот этого мы не знаем. Но, блядь, проблема в том, что гопникам с района им это удивительно. Типа, как это можно заглазовать? На один вопрос он ответил, это знаем, это не знаю, это же противоречие. Блядь. Противоречие у кого-то в ДНК. Там в голове живут две противоречащие друг другу мысли. Да, да, охуенно, охуенно. То есть когда, когда человек... Ну, пацаны реально долбоебы, я как бы, я как бы с этим спорить чисто не буду. Челы охуевают с того, что ученые считают, что им что-то неизвестно. Бывает. Привет, медведьческое лицо. Так, на один вопрос отвечает, это я знаю, а на другой это я не знаю, это, блядь, две противоречащие мысли тебе. Более того, почему у Докинс вообще на первое высказывание? Что там про убийство? Лизарда нет, не вижу лизарда. Так вот, почему он ответил, что это какие-то там молекулярные процессы или что-то вот так вот в этом роде? Потому что он не мог по-другому ответить. Какие еще, блядь, варианты? Потому что ученый следует за естественной установкой и ищет исключительно естественные объяснения. Вопрос. Как? Так вот, так вот, если вот так вот посмотреть и задуматься сейчас, о чем там время было. Так и живем. Раньше я называл шизофрения. С одной стороны, как... Нет, это, блядь, низкий IQ называется. Все началось, мы не знаем. А с другой стороны, ну мы знаем, что точно... Так вот, почему? Почему он знает, что все началось не с Бога? Потому что он исходит из естественной установки. Поскольку неизвестно. Он исходит из естественной установки, в рамках которой, ну просто невозможно не искать естественных объяснений. Да, искать какие-то сверхъестественные объяснения. Почему ученый не может прийти к Богу? Потому что он автоматически не может к нему прийти. Методологически это невозможно просто. Вот и все. Вот на этом как бы мы и заканчиваем. Почему он знает, что это не Бог? Почему он знает, как ему кажется, что это какие-то молекулярные процессы, но при этом не знает, какие конкретно? Потому что это очевидно. Опять же, откуда, например, ученые знали, что мышление находится не в душе, а в какой-нибудь телесной субстанции, да, типа мозга, например. То есть, да, либо сердце, либо мозг, либо жопа там какая-нибудь, где-то, чем вы думаете? Вопрос. Вот мы чем-то думаем. Какой ответ у ученых мог бы быть заранее? Ну, наверное, блядь, какая-то хуйня внутри организма думает, видимо, да? Если это не душа, если это не душа, душа, метафизическое объяснение мы отсекаем, уносим вон, ну, наверное, какая-то хуйня внутри, ну, какой-то орган, какая-то система органов, ну, блядь, окей, вот мозг. То есть, на самом деле, так в общих чертах, ответ науки на вопрос, чем мы думаем, был предрешен заранее, на самом деле. Сразу в научном методе было понятно, хотя бы, где мы там искать будем, что это не душа какая-нибудь, не какая-нибудь еще третья субстанция. Не вот так. Да, потому что он дает два разных ответа на два разных вопроса. Да, он действительно дает два разных ответа на два разных вопроса. Школьники, блядь, охуели. Блядь, кретины, попуститесь. Ну, да, действительно, кретины, попуститесь, я в пиздец какой-то. Слабоумные. Рода мы знаем, какого же рода? Ну-ка, поехали дальше. У меня заслужили. Так, так, так. Неужели мимо них прошел школьный курс по биологии? Нет, я не верю в это. Они же должны были хотя бы где-то учиться. Давайте посмотрим. Ну, по крайней мере, что средняя школа-то. Что же это было? Он такой утверждительно говорит, откликновение первой самореплицирующейся молекулы. Все, четкий ответ, ясный, да? Да, охуенно. Еще бы ты понимал все слова, блядь, которые содержатся в этом предложении. Речь о молекулах, то есть он сначала сказал, что процесс он понимает, как проходит, потом сказал, что он ничего не знает, и потом говорит, ну да, вот первая самореплицирующая вся молекула, значит. Все, слили, блядь. Ну, просто проблема заключается в том, что в рамках науки невозможно искать какой-то другой ответ. Должно быть естественное объяснение. Это требование буквально к научным представлениям. Вы не можете сказать, в общем-то, первую молекулу создал Бог, там, например, да? Это было бы не научное объяснение. Может быть, ее и создал Бог. Хуй его знает, честно говоря, и Бога, и эту молекулу, и самореплицирующуюся, и так далее. Вообще, блядь, неизвестно, блядь, да? Может быть, и Бог создал. Ну, просто наука не будет искать объяснение в Боге. Ну, нет. Ага, молекул. Каким образом она возникла, вопрос? Ага. Да, ему спрашивают, а каким образом она возникла? То есть, вот вы утверждаете, что возникла... Блядь, они, видимо, думали, что этот ролик, он без видеоряда, что ли, выйдет, потому что, ну, как бы, там текст на экране есть. Там первая самореплицирующаяся молекула. И вы утверждаете, что вы понимаете процессы. Вы говорите утвердительно. Да. И теперь вопрос по вашим процессам задается. Каким образом она возникла? Я же вам сказал, мы не знаем. То есть, этот человек говорит... Но то, что она возникла, это факт, то, что существуют молекулы, понимаете? Что точно так? И вы спрашиваете? Ну, просто вопрос заключается в том, что он утверждает, что это молекулы... Ну, блин, если развернуть высказывания Докинза, он отвечает, как нормальные ученые, собственно, да? Ну, а развернем мы их как, эти высказывания? То есть, возникло в рамках естественных процессов. А уточните, как? Мы не знаем, как. Но точно вот так. Это мне напоминает недавно диспут с этим Сергеем Рудневым, который так же там... Это все не так было, это все вот так, это так. Я говорю, хорошо, можете привести какой-нибудь пример, доказывающий появление порядка схауса жизни из материи? Я не знаю. А вот это вот можете как-то, можете еще вот эксперимент какой-нибудь добавить? Я не знаю. А вот это вот как произошло? Ну, там надо было к биогенезу апеллировать. Примортиальный бульон, вся хуйня, вот эти вот, эйки Маркова. Я не знаю. Но вы точно не правы, я не знаю ни черта, ничего не понимаю, как это представление не имею. Не по-вашему. Но точно, это вот точно не так. И буду игнорировать все факты, которые вы приводите. Все, просто буду игнорировать, слепо верить в свою атеистику. Интересно, какие факты они приводили ему? Листическую веру. Это просто демонстрируется чудеса без пристрастия. Поэтому можно понять, откуда у атеистов это вот слепая фанатичная вера. Почему они вот так себя ведут? Блядь, Докинс, агностик, попустись. Вот они его. Блядь, ежа, попустись, атеисты, агностик, друг другу не противоречат. У кого нахватались? Как все произошло? Молекула первая, вот самолеприцирующая. Как она произошла? Какие процессы? Более того, Докинс, он довольно радикальный атеист в своем агностицизме, так скажем, да? В принципе, у него есть просто такое некое микроубеждение, что доказать полностью окончательно, что Бога нет, невозможно, но он считает, что процентов так на 90 можно быть уверенным в том, что никакого Бога нет, и все факты об этом скорее говорят, чем нет. Ну и там вдруг, не знаю, 99% там они против Бога, и вдруг там 1% мы какой-то там не усмотрели, и вот на этот 1% мы и делаем ставку, а вдруг Бог есть, и поэтому я, ну как бы, уверен, что доказать это нельзя. Но при этом Докинс вполне так себе уверен, что Бога нет. Вот. Все очень просто. Докинс крайне склонен полагать, что Бога не существует, поэтому он атеист. У него есть высокая степень уверенности в том, что Бога нет. Он при этом не знает, можно ли это доказать или опровергнуть. При том, он очень мягкий агностик в том плане, что он считает, что уже есть куча аргументов против существования Бога с одной стороны, и при этом нет никаких аргументов в пользу того, что он существует. Это важно тоже понимать, да, что все же, несмотря на вот этот 1% недоказуемости, да, 2% русского говна, или как это там говорил Соловьев, вот на эти 1-2% недоказуемых суждений, помимо всего этого, имеется еще и, ну, соответственно, 98-99% того, что мы уже надоказывали и уже опровергли много чего там, что с Богом было связано. Даже агностик крайне мягкий, блядь, ежи. Я очень сильно, блядь, подчеркну, да, что это не радикальный, там, не знаю, агностик, который говорит, ну, блядь, вообще нихуя доказать не можем в позиции Бога, вообще, блядь, бессмысленно какие-то доказательства приводить, сука, ничего нельзя опровергать, там, в этом Боге, все что угодно, может быть, нет, он вполне опровергает, приводит аргументы против и аргументы за то, что Бога нет. Это его основная, блядь, деятельность даже. Мы не знаем. Это все равно, что сказать, ну, вот, причина всему, это Кандибобер. Почему? А почему? Мы не знаем. Да, Кандибобер зовут Кришна. Так а почему Кандибобер? Ну, потому что вот такого рода процессы происходили. А какие процессы? Мы не знаем. Я что сказал, мы не знаем, просто Кандибобер, примите это наверх. В принципе, все уже понятно сами. Спасибо большое вам. Значит, у вас нет объяснений? Нет, на данный момент нет. то есть, а кто до этого говорил о процессах, что он понимает, какого рода они были? Кто говорил о какой-то молекуле с фабри... Блядь, так он же отвечает на разные вопросы, господи, тупое, тупое говно. А сейчас, мы ничего не знаем вообще. Так, посмотрите просто на вот это лицо Докинза. Если кто-то сейчас смотрит видео... Давайте вот так вот. Давайте сделаем. Чего, блядь? Что? И чего? Ну, лицо Докинза и лицо. Он абсолютно сконцентрирован и пытается четко отвечать на те вопросы, которые ему задают. как он реально считает, как оно устроено, в чем проблема. Страшно. Всего же качества сделал. при всех недостатках Докинза, при всех его там, софизмах и при всех его проблемах, доказательствах и при всем его неразбирательстве в религиях вообще, включая христианство, да, ну, блядь, сейчас он отвечает более-менее понятно и очевидно. Не, я как скептик могу сомниться во всем, что он говорит. Например, можно вполне так себе сомневаться в том, что, ну, как бы, молекула самореплицировалась так или иначе, да, сама по себе, естественно, в рамках естественных процессов появилась. У меня есть определенные в этом сомнения. Я этого не видел. И даже если ученые воспроизведут эту самую репликацию, да, каким-то образом, это все равно не значит, что первая такая же молекула в далеком прошлом возникла где-то там, не знаю, в супе-бульоне там, вот этом мировом или в чем-нибудь еще, ну, просто будет значить, что чисто физически возможно взять и реплицировать сложную молекулу, которая потом будет дальше самореплицироваться. Это все, вот, вот и все. Тут как-то вот так вот, да, то, что некоторые создания эволюционируют или то, что вообще все существа в мире сейчас, блядь, изменяются, эволюционируют по тем законам, которые фиксируют ученые, не означает, что эти существа и животные на протяжении миллиардов лет вот так вот делали. Вот абсолютно не означает, посмотреть мы этого не можем, узнать мы этого не можем, мы просто можем фиксировать те процессы, которые сейчас происходят. и то мы их фиксируем, ну, не так уж и давно. Так, серьезно, мы их фиксируем лет сто, наверное, так-то. Нет, это Макс был. Смотрите, недовольное лицо токенза. Нет, на данный момент нет ни у кого. хмурый глоток, что ты меня спрашиваешь, успокойся. Нет, мы не знаем. Давайте сменим тему. Давайте про лапы лягушек поговорим уже. Пиздец. Ну, кстати, про лапы из лягушек было бы содержательней. Ему задают вопрос следующий. Ну, так хорошо, вы, получается, не знаете. А может тогда разумный замысел стать ответом на некоторые вопросы генетики и эволюции? Достаточно разумный вопрос. Нет, просто многие ответы в рамках науки вообще на все вопросы, они сфабрикованы методологией научной, в которой есть определенные четкие проблемы. Ну, например, одна из самых главных проблем, которые есть в науке, это, в принципе, бритва окома. Это методологический принцип, по которому мы не умножаем сущности и берем самые простые объяснения из возможных, да, но это нихуя не объясняет на самом деле. То есть, то есть, этот принцип, он довольно эстетический характер имеет, и в основном все теории, предположения и так далее строятся на этом в науке, тоже плюс-минус, да, и это нихуя не убедительный подход на самом деле. Почему мы не можем фальсифицировать очень сложные теории, например? Что нам мешает это делать? А, ну тогда их много просто будет. Тогда очень много теоретиков будет, слишком много. Короче, решаем упрощать. Движемся к упрощению, а зачем? Непонятно. Ну или, например, как это, помните, было с красным смещением, реликтовым излучением, когда мы разбирали видео по большому взрыву. Не, ну, смотрите, вот мы сейчас фиксируем, что галактики отдаляются друг от друга, значит, они все шли из одного центра. Давайте я представлю, я кидаю два мячика, там, я не знаю, а, я беру и вот два мячика, вот так вот раздвигаю вниз, но мы смотрим, вот середина, да, только их движение. Вот, доказывает ли это, что вот все движется от единого центра? Да, доказывает, говорит, чел, нет, нихуя, на самом деле, нихуя не доказывает. То есть, они могли сверху упасть, я мог их начать двигать с середины этого процесса, как только мы начали наблюдать за ними. Чуть-чуть до того мог начать их двигать. Может, процессы какие-то более сложные, может, какие-то сложные движения эти шарики совершали, а потом начали разъезжаться, и пока мы их фиксируем, они разъезжаются, да, например, или еще что-нибудь, или еще что-нибудь, там может быть миллиард, блядь, объяснений, которые просто не учитываются. И в науке вот такая вот, есть большая проблема, вот они берут, самую простую теорию цепляют, пока эта теория не будет опровергнута, они ее используют десятками, бывает сотнями лет, а потом такие, блядь, а у нас была неправильная теория, мы опять ошибались, что происходит? Ну и вот как-то вот так вот оно будет, видимо, повторяться еще миллионы раз. Не знаю, что это не знаю. Ну он рассказывает, что... И тут он такой выдвигает, просто фантастический сценарий. Теперь фэнтези началось. Начинается фэнтези, просто мы погружаем... Почему фантастический сценарий? Нормально. Чем это хуже любой другой религиозной доктрины, не понимаю. То есть, можно верить в Бога, а вот он верит в то, что возможно была какая-то внеземная цивилизация. Но другой вопрос, что если она возникла в рамках этой же вселенной, то тоже вопрос остается открытым, а как именно она возникла? ...в глубины сознания господина Докинза. Он нам рассказывает, что вот в ранние времена, там где-то во вселенной, развелась некоторая цивилизация. В тридевятом царстве, в тридевятом государстве. Развелась некоторая цивилизация. На планете Нибиру. Да, вера в Кришналоку, блядь. Намного лучше, чем вера в Нибиру. Вероятно, благодаря каким-нибудь дарвиновским механизмам. То есть, получается, здесь на Земле дарвиновские механизмы не работают, эволюция в целом так остается теории, против которой просто бунтуют огромное количество ученых. Это именно дарвиновские механизмы. Ну, это все равно определенная форма убежденности Александра. А можно перечислить ученых, которые бунтуют? Более того, да, важно понимать, что если он говорит, мы не знаем, у нас есть разные предположения на этот отчет, но мы не знаем, то в таком случае, когда речь идет о предположениях, мы допускаем. Вот когда он говорит, мы знаем, то когда он говорит, что мы знаем, что они возникли с помощью естественных процессов, там самореплицирующиеся молекулы в общем-то организовались каким-то образом. Вот он здесь говорит, мы знаем, что возникли самореплицирующиеся молекулы. Вот он здесь проявляет не допущение, а именно, ну, как бы вам сказать, веру-неверу, но убежденность он проявляет непосредственно. То есть догматизм, он уверен в том, что это самореплицирующаяся молекула, которая еще и сама возникла, естественно, с помощью естественных определенных процессов. То есть не с помощью разумного замысла, Бога, там еще чего-то именно сама вот она как-то так или иначе сошел сошлись так короче звезды естественные законы именно против этих фантасмагарин и дарвинских механизмов все бунтует хотя дарвин вначале вот кто кто бунтует как бы давайте это предметно разберем в книге кто из каких позиций или написал что вообще причина всему-то был творец но это тоже они предпочитают игнорировать ну ладно это их вся атеистическая сущность ну да дарвин жил девятнадцатом веке писал писал еще похуй на дарвина здесь человек берут факты что же а то что он там всего отрекся и там бога повсюду начал вставлять это выдумала женщина которая у истоков адвентийской церкви стоял то есть она выдумала историю о том что они были друзьями с дарвину что они переписывались что он там умер на ее на руках перед смертью покаялся это все как пиздеж она выдумала это все же там наши инопланетяне то они развились благодаря так сказать каким-то там волшебным процессом до уровня ну кстати насчет инопланетян я не не знаю в курсе они или нет но кришнаитская религия она не исключает возможность наличия других цивилизаций внеземных и что там бог он создал помимо человечества там на этой планете он создал другие цивилизации инопланетные так что тут нет противоречия нет во первых во вторых один из кришнаитских лидеров он в какой-то момент ебанулся головой и значит начал собирать деньги на строительство огромного космического корабля для того чтобы на нем улететь в кришналоку то есть я не очень понимаю лучше или хуже невысокого развития и создали форму жизни которую позже можно вот поместили на нашу планету такие вот они молодцы спасибо да это называется поле контакт господам рептилоидам это мне напоминает рептилоид не но тут проблема действительно просто будет заключаться в том что мы перекладываем с одной стороны с помощью всяких инопланетян мы можем выиграть время так скажем да для возникновения жизни на земле так то есть да предположить что времени на самом деле было больше чем несколько миллиардов лет да то есть там вроде пару миллиардов лет там что-то бурлила и так далее так далее так далее и только потом уже начало что-то в общем-то появляться в таком случае в таком случае мы действительно оказываемся находим решение для проблемы времени что ну может быть недостаточно времени для возникновения переносим дальше но другой стороны понятно как жизнь уже там возникла такая и мы с трудностями тоже сталкиваемся действительно тоже вот позиции другим за этих аллатра аллатра есть такие движения аллатра они тоже они там веру конкурирующая организация вы будете в гуманой или как это в этих ваннунаков рептилоидов у них этот женщина какая ну опять-таки насчет анунаков я не понимаю чем древнешумерская мифология хуже чем индуистская принципиально на видео на космическом как есть мнение что шумеры они из индии вышли или выступает с украинским акцентом так сказать что у мифа гильгамеш индийский бэкграунд еще в рамках еще до индоевропейской культуры там протах арабской так что не знаю не знаю чего чего им не нравится анунаки силой с украинским акцентом хоть кто-то так сказать хоть рептилоиды летают космос моргите зрачками это я бы сказал очень интригующая возможность вероятно мы даже сможем найти свидетельство этого а можем сможем найти а может нет а может да да может это все слова в науке чуваки она всегда так может да может нет то есть там все всегда все с чем они работают это вероятности как нет не все я же хуйню несет далеко не все с чем работают науки это вероятности в некое поле вероятностное наука она так выглядит понятно что бля илья королев 100000 то вам все известно потому что у вас есть религиозные догмы но вот в науке там действительно принято во всем сомневаться нет в науке не принято во всем сомневаться ежи хуйню несет который противоречит тому что недавно говорил он недавно говорил что есть вещи в которых ученые уверены в которых не уверены соответственно в науке не принято во всем сомневаться более того докинс уже уверенно высказался что мы уверены в том что в общем то возникла сама реплицирующаяся молекулу непосредственно окей мы в этом уверены блять но мы не уверен в том как она возникла и сможем ли мы это повторить вот чем докинс не уверен это даже не сомнение ну это вообще ничего иначе это не был наукой и вот тут просто потрясающего рода откровения но я же еще и о науке ничего не знают что тоже поразительно поразительно и интересно вот его надо просто выбить на скале ричард докинс говорит если внимательно посмотреть на детали в биохимии и молекулярной биологии а мы как знаем как раз вот этим и занимается там можно обнаружить знак некоторого дизайнера хором да пиздец докинс атеист да ребят говорит докинс глава атеизма что есть сука тупая скотина докинс агностик опустись если посмотреть на детали в биохимии ну и кстати когда ведь как я кринжу когда он говорит докинс агностик дизайнер он имеет ввиду что это высшее существо какой-то высший разум но из этой же вселенной то есть разум которыми но то есть да это не исключает того что это какой-то бог дизайнеры не исключает того что это инопланетянин дизайнеры еще кто-нибудь глава атеизма это тоже очень интересное высказывание но очень популярная ты следует заметить конечно нет материальной природы в основе мы ждали то есть это как не ваш бог которому вы поклоняетесь во имя которого вы коровью мочу пьють видит знак некоторого дизайнера все признают что это сложность сама по себе не могла вот так появиться как это молотом знак какой-то расписался по сути он это призна что значит само по себе в науке нет такого понятия как сама по себе то есть если вы думаете что эволюция она про то что в следствии каких случайных процессов хаотичных при жизни и появилась или молекулы то нет вы ошибаетесь как бы в эволюции вообще не про это а про что потому что каждый процесс в рамках значит этого эволюционного пути он чем-то всегда обусловлен каким-то но это да только эти факторы могут быть плюс-минус случайными ты сам блять сказал что наука оперирует вероятностями более того эти факторы тоже вероятностные и когда речь идет о вероятностях тогда речь идет о случайности неожиданно случайное событие такое событие которое ну может не произойти ну ладно он не случайен на йод прямым текстом но вот эти вот все вот эти вот эти атеи кукарекающие кудактующие атеисты вот последует вот это вот не лженаучного сказочника да но то есть он хочет сказать что атеисты это петухи но проблема в том что если он сам попадет в тюрьму и расскажет другим заключенным блять как он корове говно ест то в общем-то в петушином углу окажется он сам в итоге они все вот это вот пропускает мимо ушей и абсолютно не в нем для тому что он говорит то есть он признает что ну да и другие заключенные вряд ли оценят вот этот ну я кстати знаете что отмечу что основная проблема сиентистов в основном но все особенно ученых сиентистов типа там панчина докинса заключается не в том как они озвучивают свою позицию именно вот с точки зрения науки и всего подобного здесь с формулировками все обычно у них хорошо у них проблема заключается в критике обычно они не умеют критиковать христиан не умеет критиковать верующих вообще ничего этого не умеет делать еще на фигня порыв в кавычках пить воду в которой другие мужчины помыли ноги сложность клетки сложность там как им бактерии устройства какой-нибудь знаете там есть жгутиковая бактерия называют на разум на какой-то дизайнера получается даже он вот будучи честным у него здесь наверное ну вообще следует заметить что всевозможные эволюционисты используют слова случайность крайне часто вот и все вероятность случайность и так далее так далее так далее на самом деле довольно нормальное слово в словаре современного ученого сайентиста биолога и так далее училась совесть он не может все-таки отрицать что-то в критике это там когда он видит роторными ну по крайней мере докет не бессовестный атеист они изм который чинить хотя он вообще не атеист сам себя на ходу самозаписывающийся там компьютер который передает информацию днк рынка ну скорее всего кто-то руку приложил свою то есть вот это создал какой-то дизайнер кто-то того сложного дизайнера создал как-то сам где-то там в тридцатом царстве то есть вот они во что нет вообще как-то сам ну на этот вопрос просто ответить пока не получится как то так за ответ докинс бы дал такой же мы не знаем все но вряд ли бы вам этот ответ понравился предлагает поверить по сути это откат смысле предлагает поверить ты можешь не верить ему то есть если ты не будешь верить докинсу тебя в тюрьму то не посадят и голову тени отрежут то есть это как бы не такая вера что если ты в эту веру не разделяешь тебя ждут какие-то штрафные санкции то есть можно просто не согласиться с докинсом закрыть к вопросу о штрафных санкциях они тебя ждут я же немножко лукавит если ты я у меня кстати есть ряд статей посвященных теме современной цензуры и в том числе научные цензуры если вы выражаете анти научные взгляды антисиентические то с крайне большой вероятностью вас будут всевозможными способами цензурировать вызывать мракобесом это конечно не убийство это конечно его в тюрьму за это не посадят но у вас будут называть мракобесом с вами многие люди не захотят общаться будут негативно влиять на ваш эмоциональный фон особенно если вы к этому как-то чувствительны будут называть ваш шарлатаном будут пытаться разными возможными способами заглушить вас да непосредственно как это делает движение панчина ролик то есть в этом нет ни совершенно никакой проблемы касс от этой теории эволюции по сути это отказ вот нет не отказ от теории эволюции это попытка теории эволюции вписать в теорию палеоконтакта но вы слишком глупы чтобы это понять этим дизайнером мог бы быть высший разум откуда-нибудь из вселенной а как этот выше разум то появился откуда но этот разум он говорит свою очередь должен был возникнуть благодаря понятным процессом просто внезапно появиться он не мог то есть ну кстати вот здесь я не согласен с докинзом потому что этот разум вполне мог возникнуть и благодаря непонятным для нас процесс почему нет то есть может быть мы настолько мало имеем значит знаний данных и методов в науке что этот разум он возник благодаря непонятным процесс почему нет как мы можем это отрицать с полной уверенности не можем что здесь за прием вот какой здесь прям используется у мошеннический уже логичный охуенно чувак логичный прием сейчас сейчас но его его и легко при два гопника из подворотни которые не смогли освоить даже школьный курс биологии люди которые попали в секту в которые едят коровье говно пьют коровью мочу и пьют воду в которой другие мужчины помыли ноги они блять удар угорают над профессором биологии охуенно замечать просто триумф идиократии демонстрируем зависит обратите внимание что говорит ричард доггинс он говорит что раз мы чего-то не понимаем он пишет возник мог бы возникнуть благодаря понятным понятным процессом сразу чего-то не понимает да поэтому это не могло быть раз если он получается хочет чтобы вот этот процесс возникновения был обязательно ему понятен это первый момент это естественное желание людей вообще пугает непонятно второй момент что вот он чтобы он не внезапно так появился чтобы вот так но постепенно знаете вот он хочет чтобы она вот ну да но потому что мы на уровне классификации которых мы придерживаемся описать их модель моделей мы можем заниматься дискретным разделением времени на периоды разные как бы так проще анализируют всякие события через дискретный анализ но постепенно привязанность мыть вот я хочу и так оно и должно быть вот в чем ошибка и мы как бы гадать не будем мы откроем сайт самих же атеистов один атеист сайт атеистов так и терет выборит другого 1 атеист выборит другого вот сайт рация у вики тут они так сказать клепают свои так сказать аргументы сумасшедшие охуя блять вот слушать я атеист всю свою жизнь да я даже не знал что у атеиста есть какой-то сайт отдельно вот у них читаем аргумент хорошо что не группа атеизма вконтакте к незнанию я не могу поверить вот они в данным получать данные статьи в обе генес следовательно он не мог произойти вот как это отличается от того что здесь говорит ричард докинс это должно было возникнуть по понятным процессам просто внезапно появится он не мог потому что я не верю то что это может так произойти но если вдуматься бля докинс просто человек очень просто если прям вдуматься в слова которые он говорит получается просто внезапно он появится не мог на самом деле сама вот эта гипотеза так называемого этого биогенеза она сама из себя представляет появление жизни из материи внезапно то есть непонятно по каким образом именно не но не внезапно постепенно происходят естественные химические реакции которые так или иначе создают сложные сначала простые потом более сложные потом еще более сложные молекулы в процессе огромного количества подобных непосредственно химических реакций возникает самореплицирующаяся молекула что-то там типа рнк который потом становится днк там и так далее так далее так далее то есть более того обычно используется аргумент к тому что при очень большом количестве попыток могут происходить даже крайне маловероятные события и это делает но вот подобное возникновение материи из более простой материи достаточно вероятным то есть вполне возможно вам вам на многих планетах этого вообще не произошло судя по всему даже на тех планетах где это могло произойти это не произошло на планет очень много и на одной как минимум мы знаем что происходили вот такие вот возможно скорее всего вещи и как-то так то есть постулируется она приблизительно таким образом в этом нет никакой проблемы что самое главное что мы на самом деле не знаем что где когда как конкретно что мы сами еще не смогли этого сделать понимаете да то есть в этом не проблема наука она в принципе кстати это более менее плюс минус похожие работает делаются какие-то теории абстрактные общие а потом они пытаются фальсифицироваться потом их пытаются фальсифицировать эти теории всегда имеются но застас обретают статус естественной установки конечно же они все в рамках естественной установки вписываются и подчиняются бритве окома все вот такой подход который докинс описывает он всем этим правилам плюс-минус соответствует теперь вопрос как это можно опровергнуть можно ли это опровергнуть вообще наверное можно пытаться это опровергнуть если это так то это научная теория и поехали дальше нет хотят не вполне на теорию похоже потому что это единичное событие или ну неважно там они описывают процессы которые ну то есть скажем так до того вполне нормально жить можно до определенного предела безусловно уж науки не все известно но в любом случае для них этот процесс не представляется как что-то случайно то есть там они указывают на внешний внутренние факторы которые так когда происходят случайные процессы там тоже есть разные факторы которые так или иначе выстраиваются в цепочку причинно-следственную допустим у нас есть много доминошек всяких стоящих и у нас есть короче молоточек который с определенные случайные доли вероятности бьет по 1 и общем-то доминошки допустим вероятность очень маленькая и допустим вероятность такая что этот молоточек может не ударить по доминошке в течение миллионов даже лет допустим но через миллион лет через два через три может быть он и ударит и пойдет причинно-следственная цепочка событий которая в корне является случайный потому что он вообще вообще мог удар не произойти даже да на самом деле но в итоге последовательно происходит вот что-то и она все плюс-минус случайно хотя случайность содержит себе некоторую последовательность и необходимость до внутренней внутренняя частная необходимость внутри более общей случайности так скажем ну да так тоже может быть и собственно привели к процессу абиогенеза у маркова на эту тему несколько лекций есть в науке вообще не такой понятий как случайность до случайность она может существовать как понятие только на уровне обыденного языка да 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 то есть когда с профессору нужно что-то студентам объяснить и самое главное что сайентисты биологи это понятие нередко используют это раз во вторых это философия тоже используется как противоположность необходимому этого он понимает что как бы объяснять счет сложно он может просто сказать типа но это случайно возникло там или мы не знаем как или еще что-то понятным фактов нету это понятие обыденного языка и признаются что непонятно я насчет того что фактов относительно абиогенеза нету это не так потому что если бы не было таких фактов то не было бы и концепция абиогенеза до причин для выдвижения вообще этой гипотезы нет в природе мы видим что все возникает а благодаря тому что жизнь до вас порождает жизнь жизнь просто порождает жизнь это научный зафиксированный эксперимент мы можем это увидеть до своими насчет абиогенеза там тоже были успешные попытки повторения процессов внутри так называемого примордиального бульона так что нет это это в общем то тоже все экспериментально доказано причем еще в середине прошлого века очами это я не даже с готовы это невозможно экспериментально доказать я же в этом проблема еще раз повторю если какие-то процессы можно воспроизвести это не значит что эти процессы происходили раньше это не значит что жизнь так возникла если я могу сейчас создать жизнь из какой-то молекулы до создать какую-то молекулу которая потом создаться вокруг себя жизнь это не значит что она так доподлинно возникла это просто будет означать что как минимум есть один такой способ создания жизни который вот 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 ну вы поняли этим согласиться что да да жизнь порождает жизнь и даже пусть и инопланетяне создали первую жизнь но все что угодно кроме бога только не бог да только токинс имеет виду христианского бога блять они синего мальчика который вам заповедовал жрать корове говно ребята существует больше одной теологической концепции то есть то как токинс понимает бога на являясь там человеком который вырос в англиканской среде это как вы понимаете бога это будет совсем разные вещи хорошо пусть это будет об инопланетяне но воспитать разные боги не бог только пожалуйста пожалуйста вот собственно и вся их вот ну есть религии где бога нет буддизм например научность дальше уже там особо смысла нет то есть буддизме то может быть и религиозная метафизика и высшие существа всякие чудеса и реинкарнация чего угодно а бога именно вот со статусом тимиурка там нет вот и все то есть грубо говоря не только чисто атеистическое мировоззрение может отрицать бога или это магностическое мировоззрение сомневаться в наличии бога но есть религии где в общем то нет такого бога в том виде как вы его почитаете или как его понимает докинс исходя из того что у него там родители были англиканами то есть спектр мировоззрений которые дают разный ответ на вот вопрос не можно конечно в обыденном смысле случайность необходимость употреблять но тогда про значение слов немножко другие будут даже на ра очень другие которые для вас являются фундаментальным спектр этих учений он намного шире чем вообще вы себе это представляете своими хуевым мозгом то есть существует как бы больше двух позиций да для вас вот есть две позиции это там либо ты атеист липты верующий да ты вот веришь в бога на самом деле тех позиций до хрена потому что помимо всяких агностиков есть значит люди которые придерживаются религиозных позиций где бога нет например или там есть некое подобие бога проблема заключается в том что эта позиция будет как бы нами распределена в атеизм тоже если вы не верите в бога точнее если вы верите в то что бога нет то соответственно вы подходите под определение атеиста просто атеисты бывают там научные например современные ну и например стихийные какие-то да это так они себе видят а фактически бывают научные там буддийские какие-нибудь атеисты и школы индийской тоже как миманса до мимансики но оно не тождественно тому как вы бог понимаете а есть вообще позиция людей которые говорят что значит я не понимаю что именно вы имеете в виду когда вы говорите что бог есть и гности это и не атеизм и не атеизм и не агностицизм потому что атеист утверждает значит или верит атеист отрицает агностик сомневается а есть позит смысле блять агностик сомневается привет за это смысле агностик сомневается агностик вообще из другой блять плоскости чел агностику верно то что бога познать нельзя а и гностик это вообще какая-то хуета я в принципе не понимают по просто разновидность атеизма на мой взгляд ну типа я не понимаю что вы имеете ввиду когда говорите бог и ц как бы я не понимаю что вы имеете ввиду когда вы говорите что бог есть на всем уже полностью сразу на по сути там вы уже сами можете додумать дальше все и так предельно понятно вот такие до предельно понятно при человеку с айки 80 удивительные откровения от главы ник мы все это время разбирали что агностицизм он не имеет никакого отношения к антологическому статусу бога атеизм и ты из напрямую имеет агностицизм нет агностицизм это как бы область теории познания гносиологии то есть вы можете быть атеистом плюс агностиком вы можете быть христианином плюс агностиком может быть нейтральным агностиком который не знает там есть бог или нет и можно ли это доказать в любом случае верите в то что его нельзя доказать но вы можете находиться между позициями между позициями агностицизм в данном вопросе это довольно часто разделяемая позиция многими людьми как христианами так и атеистами неожиданно то есть это не нечто третье это нечто параллельное сейчас гностика в плане атеизма и гностика в плане христианства ну они есть скорее всего но их не так много как могло бы быть вы так сказать вот и лично главы атеистической церкви как бы римского папа атеизма направление мысли мы с вами получаем ну что ж дамы и господа делайте свои выводы сами продолжайте слушать наши подкасты будет интересно да и анонс следующего подкаста мы будем разбирать статью из вики рацию который называется биогенез ни разу не наблюдал что же они могут на этого они типа будут доказывать что он наблюдался посмотрим что они могут охуенно на это возразить так что подписывайтесь на наши ресурсы и будьте всем пока рационально мыслящими людьми верьте в кришну как бы будь это как лозунги де борода будьте рационалистами верьте в кришну будьте реалистами требуйте невозможно под мостовой пляж все слили докинза блять докинз слит и вкачан то есть можно будет более это развернуть но факт в том что вы тезис этот озвучили что ни в одной из древнейших вед не упомянут кришна да но это ложь почему я вам привожу пример ссылаюсь да есть такое описание которое называется калессан торана у панишан это вайшнафский вид антический вид антический текст который примыкает я дума вы понимаете разницу между вид антический текстом дополняющим основной текст vede и изначальные тексты vede то есть вы понимаете то что вы говорите что это ваш навский текст это как бы уже означает что этот текст относится не к древнейшим ведам, а к одному из более-менее современных направлений ваишнавизма, потому что Гаудия ваишнавизма появился только в новое время. Смотрите, я прошу вас дать мне закончить, потому что чтобы тезис был полный, необходимо до конца договориться. Не, ну просто я тоже, смотрите, поскольку вы начали с того, что я обманываю свою аудиторию, я бы тоже не хотел, чтобы вы вводили в заблуждение мою аудиторию. Хорошо, хорошо, вот вы сделали комментарий, я продолжу дальше, получается вот Яджур Веда, это одна из четырех вед, правильно? Да, но дополнения к ней, текстовые дополнения к ней, которые написаны позднее, они не являются ее органичной частью, да, мы должны это понимать. Но, 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 Кали Сантран Упанишад, Упанишады это дополнение к ведам, это тоже... Веда и Упанишады это разные категории... Я же правду говорит, веда и Упанишады это разные категории текстов. И религиозных текстов. Более того, Упанишады до сих пор, блять, можно писать если вы сильно крутой. Я могу написать Шадов Упанишаду. Ну, вот, 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 прям вот если она еще потом классически зафорсится, так вообще будет круто. Войду в корпус Упанишад еще. Класс. Упанишадов будет. Но это тоже веда. Вы должны с этим согласиться. Нет, нет, четыре веда. Смотрите, тогда мы ведами вообще в принципе можем назвать все, что угодно. То есть, любой текст это веда. Нет, мы определяемся... Нет, смотрите, в индуизме, да, с точки зрения академической классификации, как это работает, мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть, веды отдельно, отдельно Упанишады. Да, там разные уровни текстов. Веды, Упанишады, Сутры, Комментарик, Сутры, может, забыл, как называются, и так далее, и так далее, и так далее. Индусы вообще те еще задроты с точки зрения классификации. Норм, 2,5 часа аналитика, ну, а что делать? Хорошее видео. Упанишады. Потому что иначе мы и пураническую литературу, тогда мы скажем, что это веды. Или, например, там эпосы типа Рамайны, Махабхары. Ну, тут с другой стороны можно ежек, конечно, противоречить. В том плане, что, в принципе, в народе ведами... Да все, сейчас, Владимир, уже все. В народе ведами все, что угодно могли называть. Так что похуй, с одной стороны. В академической ежеправ, абсолютно. Мы тогда тоже скажем, что это все веды. Нет, нет, это не веды, это итихасы. Это итихасы. Ну, то есть, параническая литература это не веды, а Упанишады это веды, да? Так как Упанишады неразрывно связаны с ведами, идут рядом, в отличие от итихасы. Неразрывно в рамках какой традиции? В рамках... Вы понимаете, что часть Упанишад, а не пантеистическое представление о Боге доказывает? Это да, но речь не об этом. Ну, вырезали их, Апсер, конечно, ежеправ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!